Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас жених и три невесты. Звезда ночных клубов «Арника», знаток ресторанного бизнеса «Алена» и любительница «Змей Оксана». А жених у нас Лео. Давайте посмотрим. Лео, 30 лет. Возлюбленная была намного старше него и наигравшись, разорвала с ним отношения. Лео играл за профессиональную футбольную команду, сейчас промоутер в ресторане. Получает юридическое образование, обожает украинское сало. Ведет ночной образ жизни и хочет, чтобы будущая семья подстроилась под его ритм. Лео важно, чтобы его жена нравилась другим мужчинам. Она должна умело разжигать его страсть, но не переходить в грань. Предупреждает, что никогда не простит ложь по любому поводу. Давайте встретим Лео. Мы вас ждем. Здравствуйте. Привет. Привет. Мне нравится твоя прическа. Может быть, найдется для меня расчет. Лео, с кем вы пришли? Я пришел с своими близкими друзьями, спортсменами и бизнесменами. Марко и Денис. Прошли, вы кижаловы. Очень приятно. Прочитала в вашей биографии, что вы интересуетесь греческой мифологией. Вот если представить богинь греческой мифологии, какая вам бы была близка жена по типу? Светская Гера или мудрая Афина или соблазнительная Афродита? Вот кто? Венера. Давайте на Венеру ставим. Конечно же Афродита. Я думаю, что я предпочел бы Геру, по крайней мере, из тех, кого вы перечислили. Наверное, ее сила и при этом женственность. Устроили бы меня, наверное, как мужчину. Это образ светской супруги, которая, в принципе, закрывает глаза на похождение мужа, пытается бороться с соперницами, но при этом, как бы сказать, соответствует уровню супруга. Гера ведь не боролась со своим мужем. Она была достойной женой и пыталась отгонять только соперниц. Вот представляешь, Ларис, какие пожелания у Лео в голове? Я вот сижу и думаю, я все время о чем-то земном, я какая-то такая противная, а ты вот так вот раз, и вдруг греческие мифологии. Зачем же так унижать нас с Розой-то, Господи Боже. Ну ладно, у нас с тобой сермязная практика, что же неплохо. Хорош, хорош, Ларис же нехороший, москвич с пропиской, спортивной. Вот все то, что нам прям и надо. Да, да, то, что доктор писал. Правда, какая-то профессия немножко странновата, промоутер. Что за профессия такая? Здрасте. Ну, в любом случае, а почему я должна все профессии знать? Что в ресторан ходили, в ресторане будет доход, а там проценты. Ну, мне больше нравится, что он учится на юриста, значит, хорошую базу в случае чего готовят. Слушай, ну, любую ситуацию. На самом деле, таким должен быть муж. Вы родились в Москве? Да, я родился в Москве. А кто ваши родители? Мой папа родом из Ганы, это страна Западной Африки. Он хирург, собственно, и работает сейчас в Министерстве здравоохранения в Гане. Моя мама преподаватель русской литературы и философ по образованию. А ваш папа хирург? А не было желания это даже уехать и сделать карьеру? Не было желания по той причине, что они расстались в моем еще раннем возрасте. Вот. И я выбрал себе другой путь. Мне нравится то, что он сам себе прокладывает дорогу. Это правильная позиция этого мужчины. Лео, у вас была большая разница в возрасте с вашей девушкой, да? 28 лет. А, тогда действительно. Это большая разница. Красавица? Да, очень красивая женщина. Сколько с ней прожили? Пять лет. А почему расстались? В этом не было перспективы, в этом была какая-то утопия. Потому что женщина строила свою судьбу и была все-таки еще в поиске в каком-то, все-таки параллельно. При том, что у нее был уже ребенок от первого брака, там девочка взрослая, 17-18 лет ей было в тот момент. Во сколько же она родила-то? В 11, что ли? Это ей по паспорту было 28 или как они говорят обычно, понимаешь? 17 лет. Ну, вы же считать-то уверены. Возможно, она была бы старше, наверное. Ну, конечно, не в 11 же родила. Ну, никаким образом. Она выглядела замечательно. Она была достаточно известна, насколько, косметологом. Мы... Ну, не тем сапожником без сапог. Переживали, когда ваша любимая женщина предложила вам расстаться? Да, без всякого сомнения на тот момент это чувство захватило меня полностью. Не пытались как-то остановить? Пытался, искал, где она живет. Ездил по Москве на машине, вызванивал, искал ее по всем адресам, по всевозможным, там подруг, знакомые. Ну, и когда расстались, наверное, пустоту заполняли молодые девчонки? Ну, это было так давно. Ну, так вы обласканные в девчонске внимания, я никак не могу понять, или нет? А как ты думаешь, Роза? Ты чувствуешь энергетику, вот, да, прям такая... Он находится от меня далеко, но я уже его чувствую. Ну, наверное, в вашем воображении уже сложился образ девушка-мечта. Можете описать? Красивая, ухоженная женщина. Интересная личность. И добрый, в первую очередь. Какие-то возрастные ограничения есть? Ну, мне хотелось, чтобы эта женщина еще могла рожать. А детей сколько хотите? Наверное, так. Не загадывают, я думаю, что в этом не загадывают. Ну, двоих-троих, я думаю. А если у нее тоже будет ночной образ жизни, то есть она там не будет время проводить праздно, а будет работать так же, как и вы, но только в другом клубе, например? Ну, здесь так как очень много людей красивых, ярких, богатых, посещают подобные заведения и так далее, здесь вопрос доверия. Вопрос доверия, насколько мы доверяем друг другу, насколько мы хотим быть вместе. А вы не ревнивые? Ревнивые. Боюсь ревнивых. Я сбежала недавно от ревнивых. В семье кто главный? Мужчина, женщина? Вообще главный мужчина при этом при взаимности, при взаимности, которая существует, при взаимном уважении, понимании. Ты думаешь все-таки зануда? Не навязывается. Думаешь зануда? Я, конечно, думаю зануда. Я знаю, многие мужчины не любят, когда их жены очень уж интересуются, что там на работе, кто что сказал, что сделал, а как у тебя. Я знаю, что вы не любите. Наверное, женщине, как любому человеку, не нужно знать все. Все. Хотел бы, чтобы доверяла мне. И тогда, наверное, она не станет перебить, как вы сказали. В связи с этим, стрессы как переживаете? Стрессы на работе? Ну, не знаю, может быть, какие-то финансовые там проблемы. Вам нужно все обсуждать? Или лучше, чтобы вас не трогали достаточно мужской компании? Нет, в глубине себя, внутри себя, я открою вам тайну. Я достаточно сентиментальный и чувствительный человек. Но при этом, конечно, я не буду выносить это. То есть это останется только со мной. Это плохо, потому что надо все-таки своей сбрасывать энергии. Нельзя копить себе. Это приводит к стрессу, инфаркту. Ну, вам многое понятно. Вы спортсмен. Вот представьте, что вы режиссер или тренер, по той же самой аналогии. Ну, мне больше, допустим, картинка с режиссером нравится. Вот и представьте, что вы снимаете фильм по своей личной жизни. Вы ищите на роль главной героини, актрису. То есть проводите определенный кастинг. Поэтому будьте предельно внимательны, строгим режиссером. И ищите ту, которая действительно вам подходит. И с той, которой вы смогли бы уже как спортсмен, да, сыграться. Спасибо большое за внимание. Не бойтесь отказывать, не бойтесь. Я думаю, любой женщине рядом с вами будет беспокойно. Любая женщина, конечно, будет сходить от ревности к вам. Поэтому я вам советую на то обратить внимание, которая уже пожила с опытом, которая тоже есть с чем сравнивать, которая не будет жадная до страстей, я имею в виду выяснение отношений и так далее, и так далее. Которая уже немножко успокоилась, мудрая с иронией, обязательно с чувством юмора, которая будет уже немножко на шаг отходить и многое вам позволять. Которая вас не будет душить. Разрешать и друзей, и заниматься работой столько, сколько вы сочтете нужным, а не пытать вас в 6 часов утра, стоя в халате на пороге, где ты был до таких пор. Чтобы она вам уступала и получала от этого удовольствие. А я скажу так, не только мягкую и стучу. Вот вы сказали, что хотели бы видеть рядом Геру. Но Гера это царица при царе, светская девушка, светская дама. Я считаю, что это совершенно не ваш образ, потому что какие-то глубинные ваши личностные претензии, притязания к женщине не будут удовлетворены, если рядом будет женщина именно такая светская внешне. Вам нужно очень тихое, нежное и даже почти домашнее. Но не по материнскому типу, не та, которая накормит, закормит пирогами, поинтересуется какой теплоты у вас подкладка на куртке. Нет, не та. Ну, домашний опыт неинтересный. Ты считаешь, что мне нужно притворяться? Человек, который занимается со стороны бизнесом, зачем домашний? Если обратиться к мифологии, это образ скорее Персифоны. Она всегда за плечом своего мужа, она не принимает решения, она не идет с ним рядом, она не бежит впереди на шаг к нему. Она его просто тихо любит. Я бы сказала, что вам вот этой тихой любви и нежности, не внешней, будет уже достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Спасибо. После рекламы невесты попытаются завоевать сердце нашего жениха. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Лео. Идите знакомиться с первой невестой. Удачи вам. Привет. Привет. Орника. Лео, мне зовут. Очень приятно познакомиться. Спасибо. О, Господи, вы вели, а в красотку пришла? Я понимаю, что у меня это тоже было... Я тоже ходила лысой, но это было детство. Здравствуйте, Орника. Здравствуйте. Откуда такое необычное имя? Цветок. Это цветок, меня так называла мама. Хорошо. С кем вы пришли? Я пришла с своими друзьями. Это Алексей и Андрей. Очень приятно. Ну, чтобы узнать вас, получите, давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Орника. Орника. 24 года. Солистка музыкальной группы. Выступает в ночных клубах. Снимается в кино. Мечтает войти в историю русской музыки. Считает, что детьми должна заниматься няня. Несколько раз Орника и ее жених подавали заявление в ЗАГС, но по независимым причинам его не принимали. Решила, что эта знака ушла к другому. Надеется, что Лео – это ее судьба. Василис, Орника вся такая в творческом поиске, ей не до личной жизни. Может быть, в этом ее проблема? Ну, не то чтобы проблема. Основной символ гороскопа, который отвечает и за внешний вид Орники, и за то, что происходит в ее личной жизни, Венера в Скорпионе. Хочется страстей. Хочется, чтобы был непокой. Хочется, чтобы раздирала на части от учителей переживаний. Да, ну вот такой тип. Она такая необычная девочка, на самом деле. Ну, она просто ими не походят никак вообще. Из приданного только компьютер и гитара. И на прихмахера, наверное, хорошего денег не хватает, я так думаю. Вы против лысых женщин, что ли? Вам повезло. Может быть, если Лео обратит на вас внимание, в хороших руках женщина превращается в женщин. Нет, Оно превращается в женщин. Вы хотите отрастить мне волосы первым делом, да? Ну, так бы краше была бы. Девка-то краше была бы. А так вообще не по-мечего. Мне кажется, Лео точно с его прической не будет лепать. Мне кажется, Лео меня понимает. Ты представляешь, Лео ее понимает. Мне кажется, это Лео тряпочкой по утрам. Друг другу спрашивали, да, и пошли. О, мы шикарно выглядим сегодня. Вам ваш мужчина делал несколько раз предложение. Почему до ЗАГСа не дошли? Ну, мы доходили, но не судьба, вот как говорится, то закрыт, то понедельники на эти даты. И, в общем, любовь так и затухла в этом поиске открытого ЗАГСа. А потом что произошло? Я ушла к другому. И там что? Там было очень хорошо творчество, очень много песни, игра на гитаре, барабаны, все было прекрасно. Алкоголь закончился, мы бросили пить одновременно, и он бросил курить, я никогда не курила. Так что это отношения, которые принесли мне рост. Ну, то есть, можешь сказать, что опыт у 24-летней девушки уже... Жизнь быстрая, и надо брать от нее лучше. Может, она заменила алкоголь еще чем-нибудь? Энергетиками. Творческими. Очень-очень много энергетика. Я знаю, что вы детей не хотите. Да, не хочу, потому что это огромная ответственность, и на данный момент я не могу обеспечить сама ребенка, поэтому, ну, принимаю в учет всю нестабильность нашей жизни, нельзя так загадывать. И я пока сама не могу обеспечить своего ребенка, я его не завожу вот так. Вы совсем не верите мужчинам? Вы смотрите, вы говорите, я не потяну ребенка. Я опасаюсь мужчинам. А мужчина для чего тогда? Может быть, он и возьмет на себя вот эту ответственность, чтобы вам не было страшно? Сейчас такое время, что не очень приходится полагаться на мужчину. Она ушла к мужчине. Нет, зачем приходить на такую передачу, если она не верит мужчине, реально. Послушайте, моей девочке, моей дочке 11 лет, она дико боится 2012 года. Но вам, слава богу, 24 года. Почему вы верите в эту чепуху? Ровно как я родилась, я все время слышала от бабушки, что придет какой-то черт, если я буду плохо себя вести, положит меня в мешок, унесет в лес. Кстати, почему-то этот черт был татарином. Да, бабай. Она говорила, придет татарин, положит тебя в мешок, уж извини, конечно. Отнесет в лес и закопает. Потом я боялась атомной войны, потом я боялась, что на нас нападут китайцы. Всю жизнь нас пугает. Ну вы разумная взрослая барышня, что вы глупости. Все бы перестали рожать, если бы эти страхи нас сопровождали. Ты пока не от кого ловить. Мне кажется, что правильный человек должен быть достойным партнером. И я серьезно очень к этому отношусь. Я не считаю, что надо плодиться просто как мужчина. Хорошо. Человек, мужчина должен быть достойным. И женщина должна быть достойной. Да. А вот перечислите свои достоинства. Вот что у вас есть такого, чтобы, допустим, Лео захотел жениться именно на вас? Да, есть такая возможность здесь сейчас. Пиарьтесь. Я пишу песни. И мои песни вдохновляют людей. Мне по интернету приходит очень много откликов, что... Это вы сейчас пиарите себя как артистку. А как же еще? На утро песня, вечером песня. На следующее утро опять песня. А вы для чего? Я писала своим любимым людям песни. И буду продолжать это делать. Я считаю, что песня... Это мое самовыражение. На песне строить, жить, помогать. Вот вы, может, не пишете песни, вы меня не понимаете. А для меня это как дети. Ой-ой-ой-ой. Я ее уже боюсь. Лео, если ты хочешь интересную, умную, начитанную, образованную девушку, с которой будет интересно не только сходить в кафе или провести вечер дома, тебе нужна именно наша замечательная подруга. Потому что интересней девушки я еще не встречал. Ну так а что вы не женились на ней? И Лео может с ней дружить. Мне кажется, в браке нужно еще что-то. Кроме того, что Арника поет и пишет песни. Это замечательно. Как еще кушать хочется. Еще детей как бы рожать хочется. Ну, например, теплых пельмешков хотелось бы. Например, сальца, например, с черным хлебушком. Правда же? Это замечательно вообще. Она будет постоянно его тянуть сюда, туда. Да, пойдем вот тусанем туда, пойдем вот тусанем сюда. А где жизнь? А где семья? А ночью раз будет, да я тебе новую песню сочню. Давай споем. Да, давай, споем. Вы из какой семьи? Я из интеллигентной семьи. У меня бабушка первая женщина, дирижер в Украине. Мама музыковед и в прошлом певица. И сейчас она ведет концерты в Харьковской филармонии. А то есть вы из Украины? Я здесь родилась, жила в Харькове, потом жила в Киеве и вернулась в Москву. То есть у вас здесь есть квартира? Я живу подруге. Я же тебе говорю, компьютер и гитара, все приданное. Я не думаю, что надо по-приданному выбирать. Тогда я тоже по машине буду выбирать. Да, конечно. А вы почему выбираете? А я по сердцу выбираю. И вам советую. Нет, не надо, деточка, нам советовать. Мы знаем, по какому признаку надо выбирать. Потому что до рождения детей две зарплаты на двоих, а после рождения, извините, одна на троих. У него такое лицо, он просто в шоке. Допустимы у мужчины слабости? Вот мужчине может быть плохо, страшно, одиноко. Он может быть неуверенным. Мужчина. Надо же погладить его. Все, он засияет и пойдет на подвиги. А где же страсти, вот те самые, которые вы хотите? Если все время гладить. Нет, нет, не все время, конечно, гладить. Надо иногда подраздать. Ну а что-то поделать? Покажите сюрприз, который приготовили. Сюрприз покажем. Пойдемте, Леву, посмотрим. Ну давай, ну покажи, ну что. Что ты там решила сделать? Моим сюрпризом будет моя собственная песня. И мне кажется, не случайным то, что я буду петь песню про Останкина. Мы сейчас здесь. И я думаю, вам понравится все. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Я говорю, что жизнь прекрасна, ты отвечаешь. Да, это ясно. Наши слова, как яхты на море. Тупу мира, если захочешь. То ты молчишь, то пальмы рисуешь. Бодишь авто, на бирже рискуешь. Я за тебя проблемы решаю. И хочу узнать. Где живешь, где живешь Восстанкина, Восстанкина Восстанкина, ты посмотри. А ты говорила в бикифорье, Оксана, она в Астанкино живет. Восстанкина, Восстанкина Где живут, где живут Восстанкина Спасибо, Арника. Вы можете с друзьями проходить свою комнату. Он у нас в кармане. А Денис, как вам, Арника? Ну, я в легком шоке, честно говоря. Это не наш формат, не наш уровень. Мы не за этим сюда пришли. А что вас смутило? Если песня это для нее дети, то о чем говорить-то, мне кажется. Спасибо, спасибо. Марко? Просто она молода, наверное. Нашему другу нужна более зрелая, женщина, девушка. Дети нужны им, дети нужны. Побольше, побольше. Лео? Думаю, что в ней бушуют эмоции. И при этом в этом есть эгоизм ее какой-то свой. То есть она пытается... Ну, естественно, конкуренция. Вы представляете, какое количество девушек приезжают сюда и воспевают Останкина, потому что все хотят в телевизор. Слава Земфира никому не дает покоя. Слава Филиппа Киркорова. И всем, кажется, достаточно для этого просто приехать в Москву и потировать, постричься наголо, я не знаю, рассказать, что проблемы с алкоголем, что вот я такая, я не такая, как все. Ну, я думаю, что, к сожалению, проблемы с алкоголем, мне кажется, там не закончились. Проблемы с алкоголем. Это то, что мужчина никогда на себя не оденет. Платье не оденет, сережки не оденет, длинные волосы красивые. Вот если бы она же красивая девушка, собственно говоря, мужчине нравится. Но самое главное, Арненька, я вам как женщина говорю, женщина должна гордиться, что она женщина. И тогда мужчина будет чувствовать вот этот манок прежде всего. Вот станьте такой. Не знаю, не знаю. Я так совершенно не считаю. Станьте очередной пластиковой куклой. Роса, а мне кажется, что женщина никому ничего не должна, точно так же, как и мужчина. Сегодня этот образ, он вас шокировал? Ну, пройдет 3-4 года, будут волосы, платье, будет что-то другое. Мне очень понравилось то, что Арненька человек высокой душевной организации, на самом деле. Во-первых, хорошая семья. Во-вторых, текст песен, который нас заворожил просто. Я так многое про нее поняла, после того, как я послушала. Я два года высокой. Волосы будут? Волосы не планирую. Для меня очень важным знаком было то, что когда она вышла, она не чмокала Лео и не называла его на Т, она называла на Вы его. Сказала, я спою для вас. Да, он вызывает желание назвать его на Вы, реально. Мне она не показалась слишком бесшабашной, слишком безбашной. Но пройдет это 2-3 года, будет она, ну, такой более понятной, что ли, вам. Но от этого человеком со сложным содержанием она не перестанет быть. Мне понравилось. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. Ну, теперь давай поженимся. У нас в студии Лео. Идите знакомиться со второй невестой. Удачи. Спасибо. Добрый вечер, Лео. Я надеюсь, что после нашей встречи в вашем сердце растет весна. Я вот это уверен. Спасибо. Она мне понравилась. Она понравилась, но она какая-то прям вот... Ну, наверное, в плане именно, может быть, да, тела, губ. Здравствуйте, с кем вы? Это мои друзья Ян и Анна. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Алена, 27 лет. Сотрудник ресторанного бизнеса. Шьет концертные костюмы, бегает по утрам и спит до полудня. Обожает шоппинг. Хочет, чтобы будущий муж с почтением относился к ее родителям. После двух лет совместной жизни Алена поняла, что у них с избранником нет будущего. Когда он вернулся из очередной командировки, не пустила его в дом. Надеется, что Лео готов к серьезным отношениям. Вы оба из ресторанов бизнеса не пересекались никогда? Я видела Лео. Ну, потому что тусовка, она одна, в принципе, в Москве. И как бы я его видела на разных фотоотчетах. И он очень достаточно известный молодой человек. Я не знаю, зачем она испортила себе губы. Объясните мне, пожалуйста. Ну, прямо они, пожалуйста, вперед. У вас была история, ваш благоверный вернулся из командировки. И что там дальше произошло? Мы жили два года вместе. За эти два года я поняла, что это не мой молодой человек, это не та история. Ну, там было много разных вещей для того, чтобы мне это понимать. И когда он уехал в командировку, я поняла, что мне без него так хорошо, так легко и так свободно, что я не хочу дальше этих отношений продолжать. Врет. Оба, да, выдумывает. Выдумывает и щеняет. Алена, вот я не поверю, что причина вашего разрыва была то, что он много курил. И это, он был грязнуля, он много курил, он не занимался спортом. И он был такой достаточно, ну, активный тусовщик. И мне это не очень нравилось. А вы вообще как долго еще хотите посвятить себя вот ресторанному бизнесу? Пока я молодая, активная, я этим занимаюсь. Но в будущем, когда я буду... Чего хотелось бы? Ну, я буду шить, наверное, заниматься дизайном каким-то, потому что это, ну, я этим занимаюсь с детства, и это мой дар, и я как бы это буду развивать. Смотри, опять глаза закатывают. Да я не могу видеть эту ложь просто. Придумывает, придумывает. Парни, а приятно, да, когда женщина умеет что-то делать с руками? Это, мне кажется, так здорово. Да, это два уже. Можешь задать два вопроса есть? Конечно. Почему она выбрала Лео, и какие мужские качества она оценит в мужчине, как бы? Или хотела бы видеть в Лео? Хотела бы видеть в Лео. Наверное, порядочность, доброту, уважение к взрослым женщинам. Да, конечно, ботокс. Да по-любому, конечно. Сделай так, русская модель. Лео хочет троих детей. Да, я только за. У меня украинские корни, я могу хоть пятерых сделать. Украинские корни? Я из Одессы. Хорошо готовите? Очень. Для вас важно, чтобы женщина хорошо готовила, или... Это важно, я думаю, что это важно. Я не скрою, я люблю покушать. Но этот хмырь, он же даже не присоединится к приготовлению, я уверена. Он будет лежать и ждать, когда я его принесу. Такому охренительному просто. Скажите, пожалуйста, Лео, такой вопрос. Человек, ну, она скромный очень человек. И любая женщина, конечно, как мы говорим, она лучшие друзья, это, конечно же, бриллиант. Но я это образно говорю. А скоро день рождения, вот у нашей подруги. Если вы придете, вот чем вы покорите эту девушку замечательную? Слушайте, это вопрос некорректный. Он не тебе задавали, извини. Нет, будут обязательно цветы, будет обязательно подарок. Но, наверное, я это пойму после того, как пообщаюсь с ней какое-то время. И, может быть, почувствую что-то, что бы не хотелось ей подарить. Что для нее это будет ценным, важным, подарок. Не похоже, что она скромная. Одни ее губы уже о чем-то говорят. Явно не скромность. А ваша подруга, как большинство женщин, считает, что это нормальным принимать дорогие подарки в виде бриллиантов от мужчин, которые не являются пока мужьями и даже... А я думаю, что она не примет. Правда? Конечно. Почему нет? Если дарят, то почему нет? Нет, но надо подумать. Я же не прошу, не подхожу, говорю, вот подари мне, пожалуйста. Союз знакома две недели. Если бы это был Советский Союз, быть может, я как бы отвергла этот подарок, потому что тогда были немножко другие принципы по жизни. Но если на данный момент, я вот, я одинокая женщина, я, если мне подошел мужчина и подарил бриллиант, и сказал, вот мне тебе ничего не надо, возьми его, пожалуйста, мне будет приятно. Понимаете, если мужчина дарит бриллиант, ему ничего от вас не надо? Ну, у меня был такой случай. Видишь, она уже напекает на то, что... Уже напекает на подарки. Чувак, ты должен... Ты как бы уже мне должен. Нет, уже мне должен. Ты как бы уже должен. Ален, знаете, при каких условиях вы можете принять бриллиант? При каких? Если вы с мужчиной на одном уровне, если вы сами себя в бриллианта, для вас это как само собой разумеющееся, и было бы для вас намного страннее, если бы он бы подарил вам какую-то игрушку. Вот тогда да. Но вы не девушка как раз, которая вот вся на таком уровне. Но она же не елка. Поэтому, знаете, лучше не принимать. У вас есть свое мнение. Нет, нет, имеете право. Покажите сюрприз, который вы приготовили. Конечно. Пожалуйста, приходите. Интересно, что есть сюрприз. А, то есть на еду можно. Очень интересно. Посмотрим, да, что у вас сюрприз. Так как у меня украинские корни, в моей семье все мужчины ели сало и были... Они все у меня очень сильные и здоровые, я вот вам приготовила сало. Я люблю очень сало, удивительно. Я попробую его с удовольствием. А где же горилка? Борщ украинский с бампушками, что же? Мне очень приятно, спасибо. Если мы будем вместе, то вы обязательно будем... Я доем, наверное. Да, молодец. Молодец. Спасибо. Проходите в свою комнату. Все. Сейчас нас раскритикуют. Ну все, Сала сделал свое дело. Денис и Марко, как ваше впечатление? Мне показалось, Алена очень красивой, во-первых, девушка. Обаятельной, серьезной. Спасибо. А вы что скажете? Ну, безусловно, это наш уровень. В отличие от предыдущего. Вот, значит, она с сюрпризом, по-моему, даже в точку попала. Очень вкусная. Да. Приятная девушка, милая. Да. Спасибо. Мне что-то дополнить? Потом я хотел сказать о девушке с Украины, что значит, что темпераментная она. А у вас есть опыт? Опыт. Собственно, у кого его нет? У кого его нет. Конечно. А вам как, Лео, девушка? Девушка очень понравилась, интересная и достаточно открытая. Чувствуется, что у нее свое мнение. Красиво, без всякого сомнения. Мне понравилось, что она не особо кривлялась по поводу бриллиантов. Не стала говорить, о, нет, нет, никогда. Если бы так не было, у меня бы в железе их не было. И никогда бы я ходила бы сейчас в халате. Молодец. Правильно. Каисе дарит. Дают, бери, бьют, беги. Правильно? Правильно. Никогда не останется без пуска хлеба, потому что всегда люди будут одеваться, поэтому шьет и себе всегда заработает. Много, конечно, она утаила, много сказала неправды. Ну, а почему она, собственно, должна вот сейчас взять вот все и там совсем рассказать. Взрослая. Очень. Конечно, нужно быстрее устраивать свою жизнь. Очень. 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 Я почувствовал, что уже взрослый, трезвый, разумный человек, при том, что красивая девушка. В общем-то... Роза, тебе понравилось? Мне, Ален, понравилось. Вы знаете, мне показалось, вот как свахи, это такой алмаз, не граненая. То есть вот только специалист может увидеть то, что надо, и если вы правильно ее сделаете, вот это вот даже не огранку и оправу, мне кажется, она сможет заблистать рядом с вами. Вполне достойная девушка. Достаточный ум пересекается с хорошей внешностью. В ней не было ничего чрезмерного. Не слишком умна, не чрезмерно красива, ухожена, но в этом нет уже какой-то излишней такой пластиковости и искусственности. Немножко есть? Ну, чуть-чуть. Вот совсем все-таки не сильно. Что могу сказать? Если она выберет вас своей целью, берегитесь, потому что в этом случае вы от нее точно никуда не уйдете, пока ей само это не надоест. Но именно поэтому бойтесь высказывать слишком яркие шаги навстречу таким женщинам, как она. Сначала определитесь, нужна или нет, а потом уже начинайте встречаться. Вот Алена – это та женщина, которой в каком-то смысле слова страшно понравится. Не потому что она женщина вам, а потому что она воспринимает всерьез, если, еще раз скажу, она увлечется, сделает вас своей целью, она будет долго идти по этому пути, или вас сделает несчастным, или себя способна упираться в одну и ту же цель до бесконечности. Но девушка хорошая и достойная. Спасибо, я прислушиваюсь. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Лео встретиться с третьей девушкой. Проходите, удачи. Спасибо. Здравствуй, Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Я хочу тебя познакомить со своим питомцем, малышом. Я могу его взять, я познакомлюсь с удовольствием, я не боюсь. Змеи покрасили такого размера. Это очень здорово. На самом деле... Так необычно, никогда не... Мне очень приятно, потому что... Она не ядовитая? Нет, она не ядовитая, потому что... Мне очень важно, как он будет воспринимать себя. Но я думаю, это ему понравится. Да, это член семьи. Ну, это очень важно. Спасибо. Очень приятно. Проходите. Я так уже не хочу. Ну, как же. Член семьи. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. С кем вы пришли? Я пришла со своими друзьями. Это Катя Иван. Очень приятно. Давайте посмотрим на вас. Оксана, 21 год. Старший кассир в элитном салоне ювелирных украшений. Чемпионка России по чирлидингу. Держит дома королевских змей. Мечтает уехать из страны и построить карьеру за рубежом. Возлюбленная Оксана бросила ее, когда она попала в больницу и вернулся к бывшей жене. Надеется, что Лео поможет ей вновь обрести веру в любовь. Василис, может быть, проблема Оксаны в том, что девушки ее возраста заводят там кошечек, собачек, но никак не называют змеюгу членом семьи. На самом деле, Ларис, конечно, ты права. Потому что то, что человек не только вводит змей, но еще и приносит их на первое свидание, скажем прямо, это характеризует личность определенным образом. Ну, во-первых, Луна в ольве в квадрате к Плутону. Очень хотим произвести впечатление. Причем не будем гнушаться, если это впечатление будет чуть-чуть смешано со страхом для окружающих. Это один повод. И второй повод. Там еще есть несколько планет соединений в шестом доме, которые говорят, у нее очень сложные и тонкие душевные переживания. Страх, смешанный с отвращением. Ну, наверное, змея с этим ассоциируется лучше всего. Вот и заводят девушки таких экзотических животных. Она змея? Интересно, одна змея у нее или у нее там целый террариум? Змеюшник. Может, еще и пауки есть. У вас родители? Моя мама работает архивариусом в банке. У нас очень сложная была семейная ситуация, когда мой отец умер. Да, я выросла без отца, добивалась всего сама. И в этом плане на самом деле очень благодарна моей маме. 21 год, девушке. И быть такой серьезной. Строит из себя серьезную, как будто не ей 21, а ей там 27, 28 или еще больше. Оксаночка, вот смотрите, когда человек экспериментирует над своей внешностью, им что-то двигает. Я два раза в жизни брелась нагло, потому что я переживала дичайшие стрессы. У меня были кризисы. Я вас отлично понимаю. Когда юная девушка начинает себя разукрашивать, что с вами происходило на тот момент? Мое тело, наверное, может рассказать про меня все самое тяжелое, болезненное, либо что-то очень хорошее и важное в моей жизни. Например, эта татуировка была сделана в честь моего отца. Это китайский иероглиф, и он значит ангел. Мне кажется, ей больше лет, чем 21. Она обманывает, это невозможно. У вас была большая любовь с женатым человеком. Знали, что женат? Я, честно говоря, на тот момент, когда он начал за мной ухаживать, я этого не знала. Наверное, одела розовые очки и стала глупенькой дурочкой. А почему он объявил вам о том, что уходит, когда вы находились в больнице? А зачем нужна больная? Нужна здоровая. Здравствуйте. Человек в больнице лежит. Даже собака пришла бы в больницу или лизнула бы из жалости руку. Он пришел и сказал, что наша встреча была ошибкой. Прощай, Оксанка, прощай, родная. Ну что это такое, Роза? В принципе, Роза, вы правы. Зачем ему нужна... Потому что он приезжий, да. И я, честно вам скажу, никогда не видела его заработок. И жил он за мой счет. Какой ужас. В смысле, какой удар вы получили просто. Какая радость. И с учетом того, что ему было 28 лет. На 8 лет он был... То есть, кастарбайтер приехал в Москву, женатый, ношу такую дурочку. Ну и правильно делал. Во-первых, за квартиру не надо платить. Кормит. А зарплату жене, а кому? Женам отдать ей зарплату. А она придумала. Она сейчас придумала. За мой счет. Что там у нее вложка какая-то. Знаете, Оксан, я вам хочу сказать, что вот пусть все эти ваши проблемы, с этой вашей большой любовью, вот в прошлой жизни и останутся. Они уже остались в прошлом. Единственное, человек не развивает, если он не учитывает ошибки прошлого. Вы сделали какие-то выводы? Да, конечно. Вот чего больше никогда себе в жизни не позволите по отношению к мужчине? Никогда не позволю, чтобы мужчина сидел у меня на шее. Потому что все-таки, да, в понимании моего папы всегда было. Мужчина, он кормилец. Он добытчик. Сама себе противоречит. Да, да. Вот это показание. Добытчик. А в итоге на охоту выходила сама. Я не давила на него с разводом. Ну, татуировка появилась в честь расставания или большой любви? У меня есть одна такая татуировка, которая идет на иврите. И переводится она как «пригреть змею у груди». Все мы знаем легенду о том, что... А зачем вы такие татуировки, страсти такие делаете на себе? На себе. Вам только 21 год. Вы представляете, сколько у вас еще будет романов, сколько у вас будет смятений душевных, переживаний. Да на вас живого места не останется. Я русская Анжелина Джоли. Выделиться хочется. Девочке внимания хочется. Поэтому она и делает татуировки. Вы хотите уехать из нашей страны? Да. А куда, вот в идеале? Поближе к Брэду Питу? Нет. Явно не к Брэду Питу. А куда? В Майами, Лос-Анджелес, что-то вот. А что там будете делать? Вы знаете языки? Я знаю более-менее разговорный. Более-менее так. This right now here, да? I want to I need you, да? Лео, а как вы относитесь к тому, что женщина разрисовывает свое тело? Вот вам как мужчина, вы же все-таки должны как-то сложиться? Не должно быть крайности, я думаю, что если это все... То есть вы допускаете, если там пару татуировок, у нее будет. И 9, и максимум появится еще 4. Вам как это, Лео? Это все какие-то знатные. Нужно видеть, нужно понимать. Не могу ничего сказать. Слушай, мне кажется, он испугался. Мне кажется, он вот... Да я уже испугалась просто. Ну я тоже, на самом деле. Оксана, у вас есть какие-то представления, какая должна быть семья в идеале? На что вы способны? Что вы уже умеете на сегодняшний день? Потому что у нас Лео не просто какой-то мальчик с улицы, который схватит любую. Он будет выбирать. Чем вы лучше других? Это правильная политика выбирать. А чем вы лучше других? Я не лысая. Мне правильный ответ. Ответ неверный. На самом деле, в моем понимании, правильные отношения, они должны быть на доверии. Нет. Что вы умеете, кроме того, что вот змейчик считаете за членов семьи? А что, может они это доход-то приносят? Не, да что там штук десять там раз и сумочку можно в общем-то как-то сделать. Нет, я думаю, что в принципе, если выпустить чисто поле, то люди покидают свои вещи и от испуга убегут. Можно забрать, ведь и только такой доход я себе представить могу. Ты бы смог жить в террариуме со змеями? Скажите, Оксана, скажи такую вещь, а готова ли ты в ближайшем будущем родить детей? Я очень хочу детей. И мои друзья отлично это знают. На самом деле, Оксана, а могли бы отказаться ради большой любви, ради детей, если это будет опасность какую-то вдруг вызывать? Отказаться вот от своего увлечения, вот этого экстремального змеи. Придет такой Лео и скажет, Оксан, я все понимаю, ну хватит наигралась, давай их отдадим в зоопарк. Отдадите ради большой любви. Это то же самое, вы отдадите своего ребенка в детстве дом? Ну только не надо сравнивать детей и змея. Для меня это как дети. Хорошо, покажите сюрприз. Пожалуйста, проходите. Что на всех своих змей такая выпустит. Помнишь виски в кровати твоей? Помнишь мысли, теперь карусель? Были вместе, а дальше постель. Выстрел в губы, а дальше дуэли. Ты сказал, что все теперь веждано. Потому что ты намного красивее поешь, Арника, это сто процентов. Хотя вот да. И за то у меня платье прозрачно, смотрите. Он все давал мне. И был со мной тем, кто снился мне во сне. Спасибо, спасибо. Спасибо. Девочки, проходите, забирайте своего друга, змеек, в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все прошло отлично. Прямо крутое просто. Отлично спело. Как вам, Оксана? Мне Оксана очень понравилась. Может быть, именно тем, что она вот так сексуально отделась. И вот так в целом, да, она хоть и моложе, вот, первой конкурсантки, да, но все равно мне гораздо, как человек, гораздо приятнее, вот. Ну, безусловно, она преподнесла себе, ну, так, это экстравагантно, и глаза загорелись. Почувствовали, но концовку она смазала, а по поводу змеи и детей это неприемлемо, мне кажется, это... А что вы увидели? Симпатичная молодая девушка. Все хорошо. Это все, что он может про меня сказать. Симпатичная молодая. Значит, не густо. Во-первых, Оксана не выглядит на 21 год, мне так показалось. Она выглядит намного взрослее. Может быть, правда, ее жизнь побила, но она не была естественной, ни одной секунды. Может выглядеть как угодно, может взрослее, может помоложе. Ну, человек совершенно такой разносторонний. Ну, они-то придираются к этому моменту. Да, они придираются. Ну, такая фальшь, просто возведенная, ну, ни в какой степени. Я люблю красивых девушек, я их ценю, я в них разбираюсь. Я здесь, я за этим не увидела ничего. Знаешь, такой эпатаж ради эпатажа. А дальше? Не объяснила я никакой мотивации, почему уехать? Я, ну, я понимаю, что Майами, я понимаю, почему Лос-Анджелес. Татуировки, потому что Анжелина Джули. Я не могу жить в условиях таких, я не люблю снег, я не люблю зиму. Здесь, я думаю, что это недочет воспитания мамы. Понятно, что все попадают в разные ситуации. Но вот если мамы все-таки больше увлечены тем, что в силу обстоятельств, я не осуждаю, заработать денег, да, накормить ребенка, упускает девчонок. Вот, это упущенная девушка. То есть она пошла сама по себе, она выбирала те ценности, которые ей казались правильными. Вот они змеи, вот у нее в башке бардак. Но, Лео, послушайте, вы не воспитатель, чтобы исправлять чужие ошибки. Ему нравится? Да нет, зачем? Ты что уговариваешь, ему нравится все это? Да, уговариваю, я призываю к вашей разумности. Вам нужна уже готовая жена. Послушайте, зачем вам нужно, извините, заниматься сеансом психотерапии, вылечивать это? Ну, наверное, это благородно, но к семье это не имеет никакого отношения. Только тратить время будете? Да не надо меня менять, я сама могу измениться, если человек будет этого стоить. Ну, Василиса сейчас скажет, что она необычная, что она имеет прав... Она вот именно такая, она такой родилась, и такая у нее судьбинушка. Вот мне раз тебе не удалось угадать, что я сейчас скажу, на самом деле. Оксана просто одна из тех девушек, которые по-своему включены вот в такое вечное азартное соревнование, о котором ты часто и много говоришь, когда молодые выпихивают женщины, подрастающие и более старшее поколение. Кто-то бреет голову на лысы, надевает майку с зеленым усатым зайцем, кто-то делает короткую стрижку и заводит змей. Конечно, это все эпатаж, желание произвести впечатление. Главное, чтобы оно заканчивалось здесь, в студии, а потом в жизни бы остановилось. Потому что если вам в жизни придется змеи, кстати, хладнокровные, их потом на своей груди отогревать, потому что ей захочется на вас все дальше производить это впечатление, вот это уже будет, конечно, совсем не весело. Не переживай, самое лучшее. Я знаю себе цены, это самое главное. Марку и Денис, что вы скажете о невестах, кого советуете? Ну, как бы, мне понравился сюрприз, что Ален Сало. То есть он будет на корнер. А вы что скажете? Мне тоже понравилась Алена и по поведению, и по работе у них похожей. Я думаю, что между нами про скользнула искра. Если он ко мне зайдет, конечно, приглашу, как же без этого. Как вам, девушки? Я в свою очередь хотел вас поблагодарить за содействие в моей судьбе, в моей жизни. Ваши советы, рекомендации мне однозначно помогли. Но при этом я сделал для себя свой выбор. И, собственно, готов забрать невесту. Наверное, так я сказал бы. Понимаете, Лео, если бы вы пришли таким сирым и убогим, я бы, правда, очень сильно участвовала бы в вашей судьбе. И я бы все сделала для того, чтобы вы вышли оттуда, ну, хоть с кем-то. Но когда сидят таких три красавца, просто генофонд безупречных, воспитанных, образованных, то я в этом вижу какой-то элемент игры. Конечно, вы пойдете к Алене. Но мне показалось, что она старовато для вас. Вы будете сейчас здесь? Ты выйдешь за ним? Нет. Нет? Отлично. Конечно, Арника не ваша девушка. Но вот Оксана бы с вами смотрелась совсем неплохо. Но вы пойдете к Алене. Вы знаете, футбол есть профессиональный, а есть любительский. Семья, по сути, то же самое. В семью после 40 можно уже практически как любить, как любитель играть. Но вы профессионал, поэтому есть определенный возрастной диапазон для семьи. Вот если по этому критерию выбирать среди женщин, которые могли бы стать достойно командным игроком, то, конечно, Оксана. Я думаю, он зайдет не ко мне. Ну, а если зайдет к нам? Я не уверена, что я буду. Тихий, нежный, эмоциональный, вот той, которая нужна вам, здесь, конечно, нет. То есть здесь нет той женщины, которая была бы стопроцентным попаданием. Наверное, Алена больше всех приблизилась к этому. И, наверное, вам сегодня следует пойти к ней, но учитывайте, что девушка достаточно меркантильна, как все женщины знака телец, такие ярко выражены. И второе. Если уж вы к ней придете, то она вас отпустит только тогда, когда сама захочет. Уйти от нее по-хорошему, если вам этого захочется, не получится. Учитывайте это, ну и, наверное, идите к ней. Спасибо. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4. Алиса, 31 год, номер 1450. Теле и радиоведущие. Ищет спокойного, интеллигентного мужчину, который не будет проводить у зеркала больше времени, чем она. Анастасия, 30 лет, номер 1451. Актриса, радиоведущая. Ищет крупного мужчину, рядом с которым она сможет почувствовать себя дюймовочкой. Мы не знаем, выйдет ли Лео один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже занималась пластикой, потому что это мой клет. Я с собой ничего не делала, я бы зарабатывала 2 рубля в Мурманской филармонии. Сердце разорвется просто. И не только сердце. Чего? А что еще? Молнии или пуговицы? На груди отбиение сердца. Ты будешь плохо себя вести, вот молотишь. АПЛОДИСМЕНТЫ Луч солнца золотого Через крыло пелена Субтитры создавал DimaTorzok